Всем привет, это Юрий, и в этом видео я бы хотел показать, как с помощью Geometry Node перенести UV с одного объекта на другой. Что у меня здесь есть? У меня есть текстура на плейне, которая тайлится, и есть отдельный плейн с текстурой, с прозрачностью. И проблема в том, что нормалка снизу не попадает наверх. Мне бы хотелось это сделать. Вот, я ее сюда втянул, она, если ее подключить, сюда не очень подходит. Ну, на самом деле, не супер видно, но вот тут вот кирпичи, они здоровенные. Если я это подключу сейчас напрямую, вот так, будет видно, что текстуры не совпадают. В принципе, сам сетап вот этого переноса, он не очень сложный, он работает на одной ноде, но проблема его правильно настроить и ничего не забыть, потому что иначе он работать не будет. Так, идем в модификаторы, здесь включаем Geometry Node и создаем новые ноды. И я хочу перенести атрибут вот отсюда, вот сюда. Соответственно, мне нужно сначала взять вот эту заднюю геометрию. Я ее беру и перетаскиваю вот сюда вот. И мне нужна нода, которая называется Transfer Attribute. Атрибут мы будем трансферить с вот этой геометрией. И вопрос, как бы, какой атрибут? UV-шки. UV-шки мне надо взять вот отсюда. И я для того, чтобы не путаться просто в названиях UV-шек, вот здесь их назвал вот таким вот образом. Потому что иначе везде будет просто UV-мап и будет непонятно, что есть что. Я подключаю это сюда. И теперь, если я переключусь в модификатор, у меня здесь появился вот этот атрибут. Его как-то особо называть не надо, но можно, короче. Единственное, что важно, это тип этого атрибута. Нажать N и вот найти его. UV-это вектор. Это важно. Иначе работать не будет. Так, единственное, что надо переконнектиться. А, нет, переключиться просто здесь на вектор. И теперь зацепиться. Дальше, чтобы эти UV-и подтянуть, сейчас я могу сюда просто вводить какие-то числа. Мне надо нажать на вот эту кнопку. И здесь я не вижу нужного мне атрибута, потому что он с другой геометрией берется. Поэтому я просто вставлю сюда имя, и он его подтянет. Теперь мне надо этот атрибут как бы выдать обратно. Я беру его и цепляю в output. Тут важный момент, что это не пайнтовый атрибут, а он живет вот здесь вот на face-corner. UV, они как бы в одном вертексе, может быть, несколько UV-шек для каждого угла полигона своя. И теперь в output-атрибут его нужно просто как-то назвать. decal.uv И скопировать имя. Вот. Сейчас это еще не UV-шки. То есть это просто какие-то значения в векторном формате, которые живут на face-corner. Для того, чтобы их взять, на самом деле их в UV-шки превращать не нужно. Их достаточно просто как бы считать как атрибут. Единственное, что у меня вот эта вот текстура снизу, она тайлится три раза. Мне это нужно. Я нажму Ctrl-T, у меня включен нод-ранглер, у меня появятся вот эти ноды, и я создам три тайла. Но вот вместо UV я возьму атрибут и укажу его имя. После чего эта штука должна заработать. Сейчас мы ее просто вот так воткнем. И видно, что теперь все совпадает. И если я начну ее двигать, единственное, что не в объектном режиме, а в компонентном, у меня UV-шки полностью соответствуют друг другу. и теперь мне достаточно подключить нормалку. и все будет идеально работать. То есть тут важно не забыть включить тип вектор, не забыть, что это faceConner атрибут, и правильно забрать его и отдать. и потом подтягивать через атрибут, а не через UV. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Если у вас есть вопросы или пожелания относительно следующих видео, оставляйте комменты, я их обязательно все прочитаю. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok